Всем привет, с вами Добгай, и это вторая серия прохождения Кайзерайха за Россию. В прошлой серии мы в основном просто оформили опыт, делали исследования, проходили фокусы, в общем, особо без событий. Но в этой серии мы уже начнем делать какие-то военные действия. Первой нашей целью, скорее всего, станет Дон Кубанский Союз, а там уже можем смотреть дальше. Так что перейдем к событиям. Итак, прошел практически целый год. Тем временем я решил пока отложить нападение на Дон Кубань, потому что я захотел помочь добровольцам закончить конфликты в Монголии. Потихоньку мы приближаемся. Но самое главное, в США у нас действительно произошел успех. Мы смогли поднять лимит здесь уже практически до 450 самолетов. И мы действительно неплохо пробиваемся через американскую здесь оборону Тихоокеанских Штатов. Как можете видеть, у них были где-то здесь. Но уже остается небольшой анклав на севере и затем на юге. Я думаю, после ликвидации анклава на севере мы, в принципе, начнем непосредственно делать войны. Точно так же сейчас я дострою последние заводы. У нас уже их сотня. И мы перейдем к постройке военных заводов. У нас тем временем 43 штуки. Мы получили неплохое количество благодаря ивентам. У нас сейчас есть неплохое производство авиации. По одному бомбардировщику и двум истребителям в день. В принципе, неплохо. И сейчас мы будем наше производство настраивать танков. Выследовал танки, создал неплохой шаблон. В принципе, я думаю, к нам пойдет. И также я добавил нам производство противотанковых орудий. Мы его скоро выдадим нашим войскам. В нашей походной дивизии пока что они выглядят вот так. У них есть поддержка ПВО, поддержка артиллерии и саперная рота. Позже я добавлю еще ротуснабжение и противотанковые орудия. И они, в принципе, будут более-менее готовы к любым угрозам. В США, надеюсь, эта война закончится. Как можно быстрее победой наших союзников, так сказать. Так что параллельно еще в мире у нас началась, у нас произошла интервенция Канады в американскую гражданскую войну. И из-за этого, как вы можете видеть, теперь сантанты воюют вот этих два американских блока. Можно сказать, американских стороны гражданской войны синдикалисты и кто-то националисты, авторитарная партия. Собственно говоря, это очень даже кстати, потому что на моих они не напали, союзников, что любопытно. Видимо, Канада выбрала поддержать именно их. В мире тем временем же потихоньку начинаются конфликты в Китае. Так что там тоже будут какие-то перестановки. Но мы же продолжаем развиваться, пока весь мир грохочет. Тем временем в Турции началась война. Война в пустыне. Здесь восстали некоторые турецкие бывшие владения. Пока мы там принимать участие также не будем. Будем уже непосредственно переходить к нашим бывшим владениям. Будем их возвращать. Тем временем, пока мы делаем фокус-кризис на дно, у нас появилось решение о тайной сделке с Украиной. Можно отдать им часть территории. В обмен на то, что они не будут как-то давать Германии, помочь Дон-Кубанскому союзу. Ну, я думаю, что нам это не нужно, поскольку они на самом деле не входят в Рейхспакт и вряд ли так им помогут. А в любом случае будут наши следующие цели. Итак, вот оно, фокус готов. Мы вот объявим войну к Дон-Кубанскому союзу. Ну, я чуть-чуть жду, пока у нас генерал прибудет к армии. Мы здесь закончили наши фокусы на промышленности, точнее решение. Активно строим боевые заводы. У нас, кстати, неплохой пуст по фабрикам из-за торговли. Это, конечно же, очень приятно. У нас, как я вижу, покупают нефть, алюминий, вольфрам. Очень много стали. Хром у нас не покупают. Мы сейчас с собой на торговле, поэтому, конечно, нам тоже приходится немного покупать ресурсов. Но это с Додом дает ускоренную постройку и самое важное ускоренное исследование. Нападаем мы на Дод Кубанский союз. У нас уже здесь подготовлена авиация, бомбардировщики, истребители. Все готово. Проблем никаких быть не должно. Они нажимают в последний рубеж, но, как мы видим, это им абсолютно не помогает. Дивизии просто перемалываются до нуля. Да и, в принципе, там не хватает дивизий даже на полный фронт. Проблем с Дон Кубанским союзом не будет. Так, тем временем, в США те океанские штаты распались. Здесь, кстати, заметил, что Мексика тоже вступила в войну. Двупы, но я обычно этого... Таких-таких вещей обычно не вижу в игре. Ну, в целом, я не думаю, что сильно помешает. Сейчас наша страна, страна, поддерживаемая нами, очень хорошая позиция, имеет неплохую армию. Конечно, синдикалисты посильнее, но синдикалисты просто полностью окружены противниками. Помощи им ждать неоткуда. Когда у нашей страны достаточно лимитированные противники. То же самое можно сказать про американские США, как и про синдикалистов. Они окружены, помощи у них нету. Да и собственных сил у них очень мало. Турция тем временем, вроде как, постепенно переходит в наступление. Здесь, в Италии, началась война за присутствием. И я вижу, что синдикалисты на самом деле побеждают. Это вызывает некие опасения. Не хочется, чтобы они контролировали Италию, но как получится. Кроме того, в Африке, кажется, все будет в итоге в порядке. Она как будто не разваливается. Ну и кроме этого пока особо ничего. В Индии тоже начались уже войны, но они там очень медленно проходят. Поэтому пока что еще рано судить. Вот Дон Кубанский Союз капитулировал. Ну, задобавлено, что как обычно, нам, хоть и моя единственная в войне, не хватает очков, чтобы полностью захватить за первый ход. Пропускаем. И готовимся. Нам необходимо будет наступать на Орды. У нас, благо, уже достаточно опытные генералы. Конечно же, их же мы и назначаем. И постараемся завершить все побыстрее. Итак, войска мы все свои подвели. Можем переходить в наступление. Вполне себе можно пойти на агрессивном плане. Авиация здесь, конечно, минимально поддерживает, но сложно. Здесь нет у нас авиабаз рядом. Строить их тоже не очень хотел. Потому что воины здесь не сильно страшные, чтобы инвестировать какие-то промышленные мощности прямо в них. Ну, я думаю, потихоньку мы сейчас их спокойно захватим. У нас, тем временем, очень неплохо мы уже продвинулись по воздушным доктринам, участвуя в всех этих войнах. По морским, конечно, у нас опыт мы успели лишь немного потренировать наш флот. По сухопутным три доктрины. В принципе, неплохо, учитывая то, что полноценных войн у нас пока и не было. Военную промышленность мы уже неплохо подняли. У нас уже аж целых 24 военных завода на танках. Постепенно мы это число поднимаем, как и самолетов. И скоро будем готовить нашу танковую армию к бою. Так, постепенно мы захватываем землю местных орд. В принципе, одна вот уже капитулировала как раз. Мы продолжаем вот-вот, и это закончится. Мы уже начали исследовать истребители и тактические бомбардировщики второго поколения, чтобы ввести их в производство. Так что потихоньку мы и по воздуху догоняем. Хотя, конечно, пока что у нас количество самолетов мелковато, по сравнению, допустим, с Германией. Но и военных заводов у нас тоже меньше. Так что потихоньку мы их догоняем. Так вот капитулировала следующая страна. Центральная Азия, Хива. Буквально чуть-чуть нам осталось до капитуляции последних двух. На самом деле интересно, что нам даст сделать игра с этими территориями, потому что я уже вижу решение об аннексии. И если нам просто придется сделать марионетки из этих стран, то это не так интересно. Конечно, хотелось бы получить их всех как национальные территории. Таким образом, получив полностью все ресурсы. Но пока я таких решений, событий или чего-то подобного не вижу. Посмотрим, что будет чуть дальше. И вот, смотрите, у нас появилось здесь решение об аннексии Судьба Центральной Азии, можно создать конфедерацию, можно с каждым выбрать индивидуально или ассимилировать в русскую территорию. Пожалуй, именно это мы и попробуем. Подозреваю, да, с Ахлашем именно такой же у нас вариант событий и имеется. И вот, если у нас накопится 40 подчинений, то мы сможем вполне себе сделать это нашими национальными территориями. Что, конечно же, приятно. Здесь у нас в Дон Кубани произошел ивент уже на это. Это, конечно же, тоже было приятно. Но здесь придется чуть-чуть подождать, пока накапает. Попробуем пока тайной полиции. И, судя по всему, этого не хватит. Нужно сначала военным губернатором немножко посидеть, а потом переключимся. Итак, у нас готов фокус на дороге к Койне. Мы теперь можем нападать на различные страны. И, в принципе, первой страной будет Украина. Потому что здесь у нас, в принципе, не так много-то и вариантов. Либо ПУ, то есть в Монголию вести войска, но там и так сейчас садится война. Либо в Украину. Собственно говоря, именно это мы и сделаем. Как видим, остальные варианты у нас входят в Рейхспакт, поэтому напасть на них мы и не можем. Так что мы уже подготовили авиацию. Подготовили, здесь видите, мы даже тренируем ту авиацию, которая еще не регулярная. До регулярной. И подготовили также бомбардировщики. Как видим, у нас уже тысяча, так что мы скоро будем готовить следующую тысячу. И тем временем порядок на Кавказе частично восстановлен. Когда мы закончим данное решение, я к вам вернусь. Так вот, инфокус выполнился. Была объявлена война. И сразу же наши войска на приказе начинают наступление. Мы сюда еще следующую тысячу готовим самолетов-бомбардировщиков. По карте здесь, конечно, 1113, но это уже очень много. Собственно говоря, урон самолетов просто космический. Дивизии просто крошатся. Особенно учитывая то, что у них прожат последний рубеж, и они не отступают. Потери действительно колоссальные. Здесь, конечно, в Крыму я вижу, на нас немножко пролазят. Забыл я о том, что здесь есть небольшой проход. Но это мало что изменит, потому что бедные пункты мы все и так займем. И вот наши войска уже под Киевом. Тем временем, Италия объединила с подсиндикалистами, и это вызывает некоторые опасения. Не знаю, сколько сможет Германия продираться. В целом она выглядит достаточно сильной. В Франции, на самом деле, не так много военно-заводов имеет, как и Италия. Или и Британия. Но посмотрим, как здесь, что будет. Все-таки здесь есть и Бельгия, и Нидерланды. Германия, так как это искусственный интеллект, может просто не справиться со фронтами. Поэтому посмотрим, напоим ли мы нападать на Германию. У нас здесь, в принципе, фокус недалеко. И как бы у нас по логике еще идет следующим противником Германия. Но посмотрим, как будет здесь война проходить. Тем временем, война с Украиной практически завершилась. Потерь мы практически не понесли. Все-таки присутствие авиации слишком большое. И слишком сложно против такого бороться. Польша тем временем решил тоже присоединиться к разделу Украины. Но поздновато, поздновато. Здесь уже кусочек у нас в войне получит. Пропустите спокойно один вход, чтобы получить точно все территории. И вот мы себе подсоединили Украину. Здесь есть сопротивление. Вот она. Сразу не узнал, потому что здесь социалистический флаг. Стоит поставить военного губернатора пока что, я думаю. Чуть подсбить сопротивление. Мы на самом деле могли бы напасть на Польшу, но почему-то у нас такой опции нет. Хотя здесь как раз таки написано, как будто мы будем в состоянии это сделать. Ладно, попробуем мы от Монголии еще отжать, конечно, кусочек. Почему бы и нет. Если можем, будем. И если мы уже точно ничего, кроме этого, не сможем, то будем начинать войну с Германией. Итак, Монголия сдается. Сдает нам тылу. Здесь, по-моему, достаточно ожидаемо. Здесь судьба пресса. Конечно же, мы также его ассимилируем в русскую территорию. Можем вернуть сюда свои войска. Параллельно я тут подготовил наступательные уже приказы на страны Рейхспакта. Ну, так как нам не очень удобно здесь куда-то писать, то эта армия, наверное, будет просто в резерве под Москвой. Или же нет, или же я сделаю как-то вот так, наверное. Потом просто подправлю фронт на вот эти несколько провинций еще. И затем мы, получается, сможем консолидировать фронт. Все будет поудобнее. У нас уже готова наполовину армия, здесь танковая. У нас, конечно, все еще не хватает 3000 танков. Но мы потихоньку заполняем эти пробелы. Вообще у нас уже много военных заводов. В принципе, можно сказать, плюс-минус, как у Германии. Так что мы их догнали и скоро перегоним. У нас, тем более, все еще пока работает программа перевооружения. Она будет работать у нас еще до сентября, полгода где-то. Единственное, у нас кончаются людские ресурсы. Так что нам нужна политическая власть, чтобы, во-первых, повысить призыв, получить еще людских ресурсов. А во-вторых, мы отдаем уже очень много фабрик на товары. Поэтому я бы предпочел подзакрыть немножко наш экспорт, чтобы освободить себе побольше фабрик. Так что это второе, на что мы потратим политическую власть. А нам ее нужно очень много, потому что у нас пустует все военное руководство. А здесь у нас, конечно, есть очень приятные бафы. Как бы и здесь хочется атаку взять, и тут пехоту взять. И здесь у нас тоже приятные бафы. Так что нужно будет, возможно, посидеть без фокуса. Но это все уже будет в следующей серии. Эта серия подходит к концу. Так что с вами был Тупгай. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до новой серии.